Всем не угодишь, Европарламент и Еврокомиссия не могут договориться относительно увеличения беспошлиных квот на украинские товары. Свой перечень депутаты проголосовали сегодня. Еврокомиссии он не понравился. Более того, сократить список может еще и Европейский Совет. Какие украинские продукты ЕС готов впустить на свой рынок, а какие нет, узнаем от Елены Абрамович. Перед голосованием депутаты традиционно проводят дебаты. На них присутствует Еврокомиссар по торговле Сесилия Малемстрем. Именно она в прошлом году предложила разрешить Украине возить в ЕС больше товаров беспошлин. Так как в первый год действия зоны свободной торговли с Евросоюзом украинские производители буквально за считанные недели исчерпали годовые объемы. Так называемые квоты. Еврокомиссия предложила их увеличить и заверила, европейцам нечего бояться. Мы не включали наиболее чувствительные продукты, такие как птица, сахар или фрукты. В отдельных случаях это дополнительные маленькие квоты, и они не окажут влияния на европейский рынок. Другие, например, мед в основном, заместят импорт из других стран, например, Китая, без влияния на цены или потоки импорта в ЕС. Однако аргументы Еврокомиссии убедили не всех евродепутатов. Дискуссии по этому вопросу в парламентских комитетах затянулись на несколько месяцев. В итоге несколько позиций таки выпали из списка. Нам удалось достичь сбалансированного результата в Международном торговом комитете. Мы решили исключить два сельскохозяйственных продукта – пшеницу и обработанные томаты, и один промышленный – мочевину. Зато отстоять удалось такие важные, по словам украинского представительства, позиции, как кукурудза и ячмень. Для них квоты должны увеличить в два с половиной раза. Нарастить беспошлиный импорт согласились и для меда, а также ячменной и кукурузной крупы. Это комплементарный шаг от Евросоюза. Украина не обязана в ответ открывать доступ европейским товарам. Преференции помогут послать сильный сигнал, что ЕС помогает Украине. Однако наше предложение менее благоприятно, чем от Еврокомиссии. Это решение планировали переставить к саммиту Украина-ЕС в июле. Но документ должен согласовать еще Европейский совет. И в дипломатических кругах уверяют – там хотят еще больше сократить перечень продукции. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов. Подробности. Брюссель. Европейское бюро. Телеканала Интер.